У меня такой вопрос в федеральной повестке. Ваше мнение о том, надо ли оставлять или отменять побор за тайный ремонт? Ну, во-первых, в рамках общепартийной программы предлагается эти сборы отменить. И вместо этого добиться, чтобы государство исполнило свою обязанность по капитальному ремонту зданий. Поскольку большая часть приватизированных зданий приватизировалась в состоянии уже требующих капитального ремонта или требующих его в достаточно скором времени. И в этом смысле приватизация жилья была не только способом отвлечь внимание от приватизации прочего коллективного достояния страны, но и способом снять с государства еще одно из его обязательств. Это общепартийная позиция. Я с ней в данном случае вполне согласен, но я только хотел бы дополнить ее законодательным оформлением нормативов капитального ремонта и нормативов финансирования капитального ремонта. Чтобы это была не просто обязанность государства, а обязанность четко гарантированным порядком ее проведения и финансирования. В общих чертах наброски подобных нормативов есть у нескольких моих знакомых депутатов. В частности, Галина Петровна Ховацкая, которая баллотируется сейчас в «Справедливой России» в Северном округе. Она известный специалист по борьбе с нынешними чудесами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так у нее есть заготовка такого законопроекта по нормативам, связанным с капитальным ремонтом. И, насколько я знаю, в Думе она намерена, доработав этот проект вместе с однопартийцами, продвигать его уже в качестве законопроекта.